У меня в руках сейчас кредитная карта 120 дней без процентов от Сбербанка. Чувствуете? Это запах денег. Потому что эта кредитная карта позволяет мне получать ежемесячный пассивный доход. Вы спросите, каким же образом мне это удается? Как можно заработать на кредитной карте Сбербанка 120 дней без процентов? И в принципе, как же мы зарабатываем на кредитных картах? Сегодня я дам вам пищу для размышлений, чтобы вы начали изучать этот вопрос и пришли к тем способам, которые помогут вам заработать на кредитной карте. Знаете, что я замечаю в последнее время в комментариях под своими видеороликами на YouTube? Все еще есть такой пласт людей, которые до сих пор недоумевают и не понимают, как можно зарабатывать на кредитных картах. Это абсолютно нормально, потому что люди не могут знать всего. И в этом видеоролике, на самом деле, я не дам вам инструкцию какую-то пошаговую. Я просто расскажу свой кейс, свой пример, как я зарабатываю на кредитке и дам вам некоторые подсказки, которые могут натолкнуть вас на дальнейшие какие-то действия для того, чтобы вы самостоятельно пришли к тем способам, которые вы сможете использовать для заработка на кредитных картах. Давайте начнем с самого важного. Это цифры. Итак, какие же цифры у нас по кредитке от Сбера? В моем случае, на данный момент, лимит по кредитной карте составляет 300 тысяч рублей. Не так давно на канале я записывал видео, в котором поделился тем, как мне удалось повысить кредитный лимит по кредитной карте Сбербанка. Этот видеоролик будет вот там в подсказочке. Переходите обязательно и ознакомьтесь с ним после просмотра этого видео. В описании к ролику также оставлю ссылку. В этом видео я рассказал о некоторых рекомендациях, которые, конечно, не дают стопроцентной гарантии, но приближают вас к тому, чтобы увеличить лимит по кредитной карте. Это что касается лимита. Этот вопрос всегда актуален. Он всегда у всех абсолютно всплывает. Особенно если вам дают кредитный лимит не такой, как у меня сейчас 300 тысяч, а, например, 10 тысяч. Итак, лимит 300 тысяч. Какой доход позволяет мне получать эта кредитная карта с использованием того способа, которым пользуюсь я? 4 250 рублей на данный момент я могу получать с этой кредитной карты. На самом деле эта сумма в реальности, конкретно в моем случае, она выше, потому что я комбинирую разные способы заработка на кредитных картах. Конкретную сумму назвать не могу, потому что не веду такую доскональную прям статистику там в Excel. Это зависит от месяца к месяцу, сумма разнится, но этот заработок превышает 4 250 рублей, потому что я использую не только пассивные способы, но и активные в том числе. Давайте разберемся, что такое пассивный способ заработка на кредитной карте. Вот у вас есть кредитная карта, какой-то лимит. Вы каким-то образом снимаете деньги с кредитной карты и кладете их на накопительный счет или в случае с кредиткой от Сбера, потому как здесь льготный период достаточно большой, достаточно длительный, даже на вклад. Можно не только накопительный счет использовать, но и вклад. Трехмесячный вклад дает приемлемую доходность по процентам в районе 16-17% с промо. Ставками даже можно и больше получить доходность, на самом деле, если воспользоваться сервисом финус-слуги. Есть такой сервис, это агрегатор вкладов. Туда можно зайти и увидеть все вклады, самые доходные, с самыми вкусными ставками, выбрать понравившийся вам и открыть его через сервис финус-слуги. Открывая именно через сервис финус-слуги вклад, вы получаете выше процентную ставку по вкладу. И только для новых клиентов, которые зарегистрируются на финус-слугах, можно получить ставку до 21,5%. Сейчас у нас на финус-слугах самый доходный вклад, это надежный вклад от банка Дом.РФ. Он дает вам доходность 16% годовых. Но, так как я могу вам дать промокод специальный, который позволит вам увеличить вашу доходность на 5,5%, вы прибавляете к 16,5%, получаете 21,5%. Если на момент просмотра видеоролика такого вклада уже не будет, будет какой-то с меньшей доходностью, то, соответственно, открывайте его. Там сортировка на сайте финус-слуг происходит по самой высокой ставке. Но обратите внимание, когда будете находиться на сайте финус-слуг, введете критерии поиска вкладов по сумме вклада, по сроку. Как правило, там стандартная установка 3 месяца и 300 тысяч рублей, это самая оптимальная сумма, на самом деле, которая позволяет вам максимально использовать доходность по промокоду, потому что там максимум можно получить 4 тысячи рублей. Если вы открываете на сумму там меньше, то получаете, соответственно, меньший бонус. Ну вот, примерно в диапазоне там 300 тысяч рублей на 3 месяца. Тогда вы получите и бонус, и доходность хорошую. Итак, вы регистрируетесь на финус-слугах по ссылочке в описании. Выбирайте вклад, вводите промокод в специальном поле. Обязательно смотрите, чтобы этот промокод был учтен, чтобы там около поля было указано, что промокод принят. В этом случае вы открываете вклад и начисление бонуса по этому промокоду вам будет отдельно начислено на счет кошелька финус-слуг. Это что касается сервиса, на котором можно открыть вклад очень выгодно. Вот на первый вклад дается такая повышенная ставка, то есть 21% такое никакой банк не предлагает. Это уникальные условия, поэтому обязательно знакомьтесь, воспользуйтесь этим предложением. Мы положили деньги на какой-то из вот этих счетов, депозитов, накопительный или вклад. Деньги лежат какое-то время на этом депозите, и на них капают проценты. Вот это у нас пассивный способ заработка на кредитной карте. Что касается активного способа. Например, у вас есть какой-то бизнес. Он у вас хорошо уже четко стоит на рельсах. Вы имеете клиентскую базу определенную, и вы можете использовать кредитную карту как оборотный капитал. Закупить какое-то оборудование, закупить какие-то расходники, которые вы используете за определенный период. Этот период должен быть в рамках льготного периода кредитной карты. Вы эти деньги потратите, сделаете какую-то услугу, что-то создадите, возможно, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Продадите этот товар или услугу клиенту в рамках льготного периода по кредитной карте. У вас оборот средств пройдет. Вы потратили деньги с кредитки, вы в этот период деньги вернули на кредитную карту, потому что вы получили оплату от своих клиентов, допустим. Соответственно, вы можете эти деньги уже вернуть обратно в банк. Вы ими воспользовались, вы на них заработали. Заработок ваш будет зависеть от того, какая маржа у вашего бизнеса, какие цены и так далее. Это уже на ваше усмотрение. Таким образом, можно внедрять кредитные карты в свою какую-то деятельность. А свои деньги, личные, из своего кармана, можно также держать на накопительном счете. Это тоже очень классный вариант использования кредитной карты. Итак, по льготному периоду. Сбербанк нам предлагает целых 120 дней льготного периода на использование кредитных средств с этой кредитной картой. Это означает, что после совершения каких-либо покупок по кредитной карте, у вас есть 120 дней для того, чтобы эти деньги вернуть. Кроме того, льготный период обновляется каждый месяц. То есть, допустим, вы совершали какие-то покупки в январе. Вам деньги, получается, нужно будет вернуть где-то в апреле. В любом случае, всегда ориентируйтесь на те даты, которые у вас указаны в разделе кредитной карты в приложении Сбербанка. Следующий льготный период начнется уже в следующем месяце. То есть, в феврале. И также начнется опять отсчет 120 дней. Это невероятно удобные условия. Но тут стоит быть очень и очень аккуратным. Потому что легко попасть в зависимость от кредитной карты. Потому что банки, как правило, зачастую одобряют лимиты кредитные по кредитным картам выше, чем ваша зарплата. Тут вам нужно быть очень расчетливым и сдержанным в тратах. У некоторых кредитных карт есть такая возможность, как установка лимитов на траты с кредитной карты, которая позволяет вам зафиксировать максимальную сумму, которую вы тратите с кредитной карты. У Сбера, кстати, не знаю. Вот уточните в комментариях. Напишите, есть ли такая возможность. Я, честно говоря, не проверял. Потому как большую часть средств с кредитной карты я практически сразу снимаю и направляю в работу. Лично как я поступаю с льготным периодом? Для меня на самом деле не важно, насколько он длинный. Я всегда стараюсь возвращать деньги заблаговременно. И обычно этот срок составляет около 30 дней. Иногда чуть-чуть больше, потому как Сбер позволяет нам с запасом прям-таки это делать, пускать деньги в работу и не возвращать обратно на счет кредитной карты. Но в идеале, ввиду того, что льготный период обновляется каждый месяц, я стараюсь все-таки возвращать деньги на кредитку, снимать их по новой и далее пускать в работу опять и опять и опять. И тут вы зададите очень логичный вопрос. А как же тебе удается снимать деньги с кредитной карты? Тогда как по условиям тарифов кредитной карты снятие наличных без процентов невозможно. Это не предусмотрено в тарифах по кредитной карте Сбербанка на данный момент. Да, наличные с кредитки снимать можно. И эта операция происходит без комиссии. Но зато потом, когда вы сняли наличные непосредственно с банкомата, у вас начинают капать проценты за каждый день использования этих средств, пока вы эти деньги обратно на кредитку не вернете. Естественно, этот способ нам не подходит, потому что мы будем терять деньги. Мы не сможем зарабатывать столько, чтобы перекрывать комиссию за использование этих средств. И вот в этом случае мы можем использовать другой вариант. И тут, друзья мои, внимательно, пожалуйста, послушайте. По кредитным картам существуют некоторые операции, за которые не взимается комиссия. Эти операции, по сути дела, являются переводом, но как будто бы банк их видит как покупка. Удивительно, но банк за такие операции, как правило, никакой комиссии у вас не списывает. Вот здесь вам нужно быть очень внимательными. Я думаю, вы в курсе, что операции по тратам, что по дебетовой, что по кредитной карте происходит не мгновенно. Транзакции по карте занимают некоторое количество времени. Иногда этот срок может доходить даже до нескольких дней. Допустим, вы нашли предполагаемый способ, как это можно сделать. Провели операцию и, казалось бы, банк с вас ничего не списал. Но по прошествии какого-то времени вам может долететь комиссия от банка задним числом. Такое может быть, если эта операция, например, приравнена к снятию наличных. И, как я говорил ранее, при снятии наличных с кредитной карты, за снятие наличных банк комиссию не берет. Но вот он начинает начислять процент за каждый день использования наличных средств до тех пор, пока вы эти деньги на кредитку не вернете. Поэтому здесь нужно быть очень внимательными и осторожными. Сразу скажу, что я не разглашаю никакие способы публично и никого к этому не призываю. Но у вас есть две возможности. Первая возможность заключается в том, чтобы самостоятельно проверить какие-то организации, финансовые учреждения, какие-то компании. Возможно, это связано с какими-то вложениями. Проверить их на своем опыте. Вот у вас есть кредитная карта. Вот у вас есть список организаций. Я думаю, вы знаете, что нужно делать. Единственное вам напутствие. Не совершайте сразу крупных транзакций для того, чтобы не попасть на проценты. И вторая возможность для ленивых, кто хочет все и сразу. У вас есть возможность обратиться лично ко мне. И я проведу с вами персональную беседу, в которой расскажу вам те способы, которыми пользуюсь я сам. Подробная информация о способе для ленивых будет в описании к этому видеоролику. И тут же я сразу должен оговориться, что информации и подсказок, которые я дал вам и в этом видеоролике, и во множестве предыдущих видеороликах на канале, а также в моем телеграм-канале и чате в телеграм. Этой информации вполне достаточно для того, чтобы самостоятельно прийти к нужным выводам и понять, как же снимать деньги без комиссии с кредитной карты. Также, друзья мои, я призываю всех не зацикливаться на каком-либо одном способе, как вы можете деньги с кредитной карты достать. Потому как, рано или поздно, эта лавочка может быть прикрыта. Хорошо, если в вашем арсенале будут и другие варианты, как вы можете это делать, и другие способы, в принципе, заработка на кредитной карте. Благо, их предостаточно. Примеры я уже привел ранее. По поводу того, где выгоднее всему разместить деньги с кредитной карты, смотрите в моем телеграм-канале. Там недавно выходил пост, я ссылочку оставлю вот там в подсказочке. Ознакомьтесь, эти инструменты, которые там перечислены, они позволят вам получать максимальную доходность со средств кредитной карты на пассивной основе. Там же будут все полезные ссылочки для получения максимального количества бонусов при открытии накопительных счетов и вкладов и так далее. Кстати, оформить эту замечательную кредитную карту от Сбербанка 120 дней без процентов можно по ссылочке в описании к этому видеоролику. Карта абсолютно с бесплатным обслуживанием навсегда. Проверяйте, кстати, после оформления, чтобы не было никаких страховок, никаких дополнительных опций. Они вам, поверьте мне, не нужны. А сейчас давайте пофантазируем, сколько можно зарабатывать с кредитной карты на пассиве, если бы кредитный лимит мой был не 300 тысяч, а, например, больше. Рано или поздно мне удастся увеличить лимит по кредитной карте, потому что мой заработок растет, плюс кредитная история улучшается. Что у нас по цифрам получается? Итак, предположим, у меня по кредитной карте лимит составляет 500 тысяч рублей. И каким-то волшебным образом мне удалось эти деньги с кредитной карты снять. Доход в этом случае у нас составит 7083 рубля при размещении этих денег на накопительном счете 17% годовых или вклад под 17% годовых. Естественно, там сроки вклада и накопительного счета могут немножко разниться, там плюс-минус 1-2 дня. Давайте округлим эту цифру до 7000 рублей при 500 тысячах рублей кредитного лимита. Далее, миллион, более 14 тысяч рублей на ежемесячной основе можно будет получать, имея такой кредитный лимит. Это уже достаточно такая ощутимая сумма у нас вырисовывается. Этого хватит не только на оплату какой-нибудь мобильной связи, но и на коммунальные услуги, и на интернет. Возможно, даже на транспорт хватит, в зависимости от того региона, в котором вы проживаете. Этой суммы может хватить даже кому-то на целый месяц жизни. У всех разный уровень трат. Сколько у вас уходит на еду и другие повседневные траты, это уже нужно смотреть индивидуально в каждом случае. И если у меня будет кредитный лимит по кредитке Сбера 2 миллиона рублей, я смогу зарабатывать практически 30 тысяч рублей с кредитной карты пассивным образом. А если я эту кредитную карту еще пущу каким-то образом в оборот, в свои активные заработки, то этот доход может доходить до достаточно больших сумм. В зависимости от того, какой конкретно способ вы будете использовать и сколько времени будете на это тратить. Кроме того, по кредитной карте Сбербанка достаточно легко можно увеличивать лимит, потому как функция запроса на повышение лимита реализована прямо в приложении Сбера. Раз в месяц можно подавать на увеличение лимита, особенно если у вас меняется жизненная ситуация, вы растете по карьерной лестнице, вы начинаете получать больше официального дохода. Ваши общие доходы помимо официального заработка, если вы как-то монетизируете свое хобби, например, и являетесь самозанятым, то также указывайте этот источник дохода для того, чтобы повышать свой кредитный лимит по карте. Это все может быть как раз таки основанием для повышения лимита. Это одна из важнейших вещей, которые влияют на ваш кредитный лимит. Однако лишь кредитка Сбера сыт не будешь, поэтому я предлагаю вам рассмотреть еще одну кредитную карту от Банк Тинькофф. С этой кредитки можно переводить деньги без процентов. Если хотите узнать подробности, смотрите вот этот видеоролик.